УКАП Азактанкомандали АТИС Платформ разрабатывался как универсальная беспилотная платформа для самых разных задач, от боевой огневой поддержки пехотно-штурмовых подразделений до тылового обеспечения. Доставки боеприпасов, воды или медикаментов возможно даже для обеспечения эвакуации раненых с поля боя. АКАП в настоящее время предлагается исключительно турецким вооруженным силам, но компания видит потенциал этого робота на экспортном рынке. Особенно с учетом того, что он может применяться с минимальными доработками не только для военных задач. Агентство «Анадола» сообщило, что более 20 УКАП использовались в ходе операции «Оливковая ветвь» в Эфрине, Сирия. Общая длина платформы составляет 2 метра, ширина 1,8 метра и высота 1 метр. Снаряженная масса – 1,1 тонны. Он оснащен дистанционно управляемым боевым модулем «САРП» от турецкой компании «Аселсон», обеспечивающим такие возможности, как стрельба в движении, дневной и ночной режимы, автоматическое сопровождение цели. Варианты вооружения, которые могут быть интегрированы в этот боевой модуль, включают пулемет калибра 7,62 или 12,7 мм или автоматический 40-мм гранатомет. Робот имеет электрический и гибридный вариант. Продолжительность работы УКАП составляет не менее 5 часов в полностью электрическом исполнении или до 8 часов в гибридном. Максимальная скорость составляет 25 км в час. Оператор УКАП может управлять им с расстояния до 3 км с помощью пульта дистанционного управления, а также возможно управление на любом расстоянии через спутниковую связь, при этом возможно групповое управление несколькими машинами. Платформа может использоваться в качестве инструмента патрулирования границы, обнаружения противника с помощью тепловизионных камер и датчиков движения, также на него может быть установлено оборудование для разминирования. Машина может быть оборудована пуленепробиваемой броней, чтобы обеспечить защиту и эвакуацию пострадавших из районов конфликта. УКАП может перевозить до 2 тонн полезного груза, военных боеприпасов и специального оборудования. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин